Краеведческая конференция объединила лучших специалистов области, занимающихся изучением родного края. Краеведы, историки, литературоведы собрались в музей Бурельно, чтобы поделиться новыми знаниями о нашей области. Главные темы – два вековых юбилея. В этом году отмечается 100-летие Музея промышленности и искусства и 100 лет с начала Первой мировой войны. Без изучения истории края невозможно формирование нашего с вами сознания, невозможно воспитание патриотизма. Пока мы занимаемся этими вопросами, мы существуем как ивановцы и известны далеко за пределами нашей страны. Я надеюсь, что наша сегодняшняя конференция станет новым этапом в изучении истории края. В настоящее время много говорится о Великой Отечественной войне, а события Первой мировой остаются в тени, хотя героизм солдат заслуживает не меньшего внимания. О том, что началась война, люди узнали не 1 августа, а только 2 августа из газет, которые были доставлены в столице. И в этот день на Георгиевской площади, в современной площади революции, состоялся в присутствии тысячи жителей Малевин, сопровождающихся пением на Божьем Царе, храним под оркестр духовой музыки. Толпа, разумеется, не применила снять вывеску с ресторана «Вена», который находился в здании на углу улицы Красной Армии и проспекта Ленина. Там, где сейчас кассовый филармон был. На фронт с Иваново-Вознесенских фабрик ушли тысячи мужчин. И чтобы проводы не сопровождались попойками, по просьбе россиян в стране был введен сухой закон. На фабриках не работали преимущественно женщины, но у нас были чисто женские предприятия. За прогулы, штрафы за прогулы уменьшились на 65%. А на тех, которые были абсолютно мужскими, например, в соседней Кувальске, на факторах, там вообще женского духа не было в связи с определенных обстоятельств. На мужских предприятиях количество штрафов уменьшилось в 8-12 раз. То есть происходит массовое отрезвление народа. Для музея имени Бурель на 2014 год является знаковым. Каждый месяц новые мероприятия, посвященные основателю сокровищницы редкостей и древностей, ветерану музейного дела, особой почеты и уважения. Памятные медали как знак признательности за долгий добросовестный труд. Елена Почевалова проработала в музее 17 лет и прошла путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по науке. Это большое счастье, что в городе жил такой энтузиаст, меценат Дмитрий Геннадьевич Бурелин. Будучи фабрикантом, он формировал замечательное собрание редкости и древности. И по сути на базе его коллекции до сих пор существуют все известные музеи в нашем городе. Главным событием года, проходящего под знаком Дмитрия Бурельна, станет открытие памятника. Фигуру мецената в полный рост установят в литературном сквере под сенью деревьев, который некогда посадил основатель музея промышленности и искусства.